Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава первой книги царей или царств для библейского портала экзегет продолжает сюжет 18. 18 зародился конфликт между Саулом и Давидом. Давид успешный воин, победитель Голиафа, знаменитый человек. Саул несостоявшийся царь, царь, который на престоле, но который не подходит своему месту и знает это. Что же делать? Несостоятельный царь всегда старается, прежде всего, устранить того, кто может занять его место. Он не очень беспокоится о том, чтобы стать успешным, уже махнул на это рукой. Саул подговаривал своего сына Ионатана и всех своих слуг убить Давида, но Ионатан очень дорожил Давидом. Напомню, что в предыдущей главе Ионатан, старший сын Саула, его наследник, он становится Давиду лучшим другом, даже отдает ему все свое облачение, оружие, ну фактически одевает того в одежду наследника. Поэтому Ионатан сообщил Давиду, отец мой Саул хочет убить тебя, поэтому постарайся поутру спрятаться в укромном месте. Сам я выйду и встану подле отца моего в поле, где будешь ты, и стану говорить с отцом о тебе, и посмотрю, что выйдет, а потом перескажу тебе. Ну, то есть он предлагает Давиду тайно присутствовать при его разговоре с отцом. Он фактически уже принял сторону Давида в этом конфликте его с Саулом. Ионатан стал говорить отцу своему Саулу хорошее о Давиде. Он сказал ему, да не согреши, царь, против раба своего Давида, ведь он не согрешил против тебя. И все, что он не делал, было тебе на великое благо. Душу свою он держал на ладони, когда сразил Ферестим Ленина. И Господь тогда даровал всему Израилю великую победу. Ты видел это и радовался? Что же теперь ты хочешь пролить невинную кровь? Ни за что убить Давида. Выслушал Саул речи Юнатана и поклялся Саул Господом, что не умертвит Давида. А Юнатан подозвал Давида и пересказал ему все эти слова и привел Юнатан Давида к Саулу так, что он оставался при нем, как было и прежде. Вот попытка примирения. Мы, наверное, в жизни всегда стараемся и считаем это лучшим выходом договориться, как люди по-человечески. По-доброму. Юнатан пытается, но очень часто это не получается не потому, что мы плохо ведем переговоры. Юнатан их вел хорошо, а потому что другая сторона не готова договариваться и при первой возможности нарушает договоренности. Так бывает. И вновь случилась война. И Давид отправился на сражение с Ферестимленами, нанес им великое поражение. Так что они побежали от него. На Саула нашел злой дух по воле Господа, постоянный сейчас рефрен. Причем вот решение Саула делится как бы на две части. Одни он принимает в здравом уме и твердой памяти, например, помириться с Давидом, а другие в состоянии помрачения. И когда он сидел в своем доме, а в руке у него было копье, а Давид играл для него на лире, уже был этот эпизод. Как бы еще раз пересказаться или другой подобный. Саул попытался пригвоздить Давида копьем к стене, но тот отскочил от Саула и копье вонзилось в стену. Давид той же ночью бежал прочь. В предыдущий раз мы читали, что Саул отослал Давида. Здесь Давид сам бежал. Может быть и повтор, может быть здесь соединились два каких-то устных повествования, где этот эпизод с копьем в одном был до, в другом после разговора Йонатана. А Саул послал Гонцов к дому Давида, чтобы они стерегли его и поутру убили. Да, вот только что договорился, но он уже окажется невменяем абсолютно. Но Михаль, жена Давида, предупредила его так. Если в эту ночь ты не спасешься бегством, то завтра тебя убьют. Михаль спустила Давида по веревке через окно, и так он ускользнул и спасся. Михаль взяла идола и положила его на постель Давида. У них, оказывается, идолы в доме были. Мелкая такая деталь. Украла его одеждой, а на голову положила козью шерсть. Ну, чтобы выглядел как человек, даже с волосами. А когда Саул отправил Гонцов схватить Давида, то Михаль сказал, что он болен. Тогда Саул опять отправил Гонцов за Давидом, велев принести его к нему прямо на постели, чтобы потом убить. Но когда Гонцы вошли к Давиду, то обнаружили на постели идола с козьей шерстью на голове. Тогда Саул спросил Михальевич, что же ты обманула меня, дала бежать моему врагу? Вообще-то своему мужу. То есть Саул уже вообще не воспринимает чувства других людей. Он живет в мире своей ненависти. Это бывает. Человек до такой степени ненавидит, что он уже не понимает, что другие люди иначе относятся. Женщину мужа своего спасает. А он говорит, что же ты моему врагу дала бежать? А Михалья ответила Саула. Она даже уже не говорит там, папа, ты что, я за ним замужем. Она говорит, он сказал, что если не отпущу, то он убьет меня. То есть она уже вынуждена играть в его безумную ненависть, где Давид это исчадие ада, он террорист, который всех убивает. Вот часто бывает так, что ненависть приписывает свои качества тому, кого она ненавидит. Вот Саул, кровавый маньяк в данном случае, который пытается убить Давида, то импульсивно копье метает, то более-менее обдуманно посылает за ним свою стражу, чтобы они его арестовали. Но при этом для него уже важно же оправдать, почему он его ненавидит. А потому что вот он дочь мою хотел убить, а потому что он мой враг. То есть ничего этого нет. Но ненависть наводит на другого человека вот эти черные краски. Так Давид спасся бегством от Саула. Пришел в раму к Самуилу. Самуил, пророк, еще жив, и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. Вместе они отправились оттуда в Найот и оставались там. Вот Самуил, главный пророк, который помазал и Саула на царство, и потом самого Давида, он продолжает активно в этой истории оставаться. Когда Саула донесли, что Давид на Йоте, около рамы, то Саул послал гонцов, чтобы схватить Давида. Но когда они увидели толпу пророчествующих пророков и начальствующего над ними Самуила, то сошел на них Дух Божий, и они сами стали пророчествовать. В начале истории Саула говорится о том, как Саул, тогда он был юношей неопытным, ну, не так, чтобы сильно юным, но 30 лет ему там было, ищет ослиц, находит Самуила, получает помазание на царство. И дальше эпизод такой, не очень понятный. Он идет и встречает пророков, и вместе с ними начинает пророчествовать. Это даже дает начало поговорке, неужели и Саул о пророках. И обычно так не очень понимают, а что это. А это история про то, как царь становится каким-то особым носителем Божьего Духа. Даже, может быть, неосознан для себя. А здесь пародия на то самое. Он отправляет убийц, фактически, наемных убийц. Ну, не наемных, а своих служебных убийц, чтобы они с Давидом расправились. И вдруг они сами становятся пророками. То есть они идут, возвещают что-то такое, поют, пляшут. Вот, как бы, ирония такая божественная в этом есть. То есть Бог напоминает Саулу, слушай, ты помнишь, с чего все начиналось? Ты же был другим. Вспомни это время. Об этом довезли Саулу. Он отправил других гонцов, но они стали пророчествовать. Послал третьих, с ними случилось то же самое. Вот тоже ненависть упорна. Ненависть продолжает долбить в одну точку. Она не ищет даже обходных маневров. Она вот, это слепая ярость, когда человек колотится лбом, об стену, надеясь ее прошибить, эта история про Саула. Тогда он сам отправился в Раму. И когда он дошел до большого колодца в Сеху, то спросил, где Самуил и Давид. На йоте около Рамы, ответили ему. Когда он подходил к на йоту около Рамы, то и на него сошел Дух Божий. Так он и шел, пророчествуя, пока не добрался до на йоту около Рамы. Он сбросил свои одежды. Так и пророчествовал перед Самуилом, лежа ноги весь тот день и следующую ночь. Потому и вошло в поговорку, неужто и Саул среди пророков. Вот история закольцевалась. Господь как бы вернул его в то состояние невменяемости, в котором он был когда-то. Но он его вывел из состояния злой невменяемости, из состояния ярости. И окунул в состояние просто бессознательное. Вот что ярость с людьми делает. Еще раньше мы считали, что Самуил больше не встречался с Саулом. А вот же встретился, но он с ним не встретился. Он видел только Саула в этом экстатическом состоянии, когда он сам уже не сообразил, что делал. То есть никакого разговора между ними больше не было. И есть в этом действительно и иронии, какая-то очень горькая история про то, что Саул, он уже не владеет собой. То есть либо им владеет его ярость или дух злой, как это, допустим, в тексте говорится. Или на какой-то момент в него входит дух Божий. Но, в общем-то, только для того, чтобы его привести в состояние какого-то иступления, в состояние, в котором он уже сам не понимает, что делает. И почему так долго об этом? А еще будет следующая глава, рассказывает Библия. Мне кажется, вот история человеческих страстей — это тоже очень важная история. Можно рассказывать про победы Саула над Ферестимлянами, про подвиги Давида, но важно понять, как даже царь, даже в прошлом очень угодный Богу человек, человек, который многого добился, вдруг может оказаться абсолютно никем, если он дает волю своим страстям. Вот Саул явно гневу и ярости. Но история далеко не закончена, в 20 главе она продолжится. Продолжение следует...